Кто из рода Чайковских имел честь быть представленным императорской семье? И вот, Глянь Симпан, ответьте наиболее компетентно, пожалуйста, на этот вопрос. Это было еще в далекие времена, когда прадед Чайковского, наверняка он знал того, кто командовал битвой под Полтавой, прадед Чайковского Федор Фанасьевич Чайков ходил на битву под Полтавой и, вероятно, был под большим впечатлением от нового государя, ибо одного из сыновей, вполне было шестер детей, назвал Петровым. Это и был дед Чайковского, которого отдали учиться в Киевскую духовную академию. Там записали не Чайка, а Петр Федорович Чайковский. Вот так образовалась фамилия из клички Чайка, данная одному из далеких предков, который, подражая разным птицам, криком чая к собой водил. Прозвали его Чайка, прозвище у нас, это были дети и внуки, были мастера петь, танцевать, играть на бандлы, написанном в Откинском музее. А вообще в семье Чайковских Илья Петрович, конечно же, принимал у себя в Откинске, по-моему, в 1837 году, где-то в конце 30-х году, принимал Александра Николаевича, цесаревича, которого сопровождал Василий Андреевич Жуковский. И оставивший очень симпатичные рисунки с балкона Воткинского дома, большой пруд, а на краю противоположного пруда Благовещенский храм, в котором вместили маленького Чайковского. Так что Илья Петрович Александра Второго очень и очень почитал. Одна раз была очень забавная встреча Чайковского в консерватории. Дело в том, что Чайковского освободили от класса обязательно на фортепену, он очень хорошо играл, и позволили ему служить на других отделениях в качестве концертместера. И вот на одном из концертов Чайковский аккомпанировал кому-то, а потом он получил конверт с вложением в 20 рублей. И посмеялся сразу не очень-то Великокняжеский. Это Великая Княгиня Елена Павловна ему подарила. Та самая, которая организовала русское музыкальное общество, которое возглавил Антон Рубинштейн, учитель Чайковского по специальности. Но Чайковский первый раз поиронизировал, а потом в памяти Великой Княгины Елены Павловны посвятил оперу Кузнецова Акула. Это была лучшая опера на конкурсе на либретто по повести «Гоголя ночь перед Рождеством». Так что вот с Великой Княгиней Елены Павловны он встречался в русском музыкальном обществе. Это она все устроила. В 1844 году очень хотела, чтобы Шуман возглавил Петербургскую консерваторию. А Шуман повернулся и уехал к себе в Ленцик. И она уговорила Антону Рубинштейн. То что вот такая встреча могла быть. Потом были у Чайковского встречи, конечно же, после смерти векой княгины Елены Павловны русское музыкальное общество возглавил Константин Николаевич, отец Константина Константиновича. Это ему посвящен второй плацет, он был замечательный велончелист, как и его супруга Александра Иосифовна. Так что, да, и еще следует вспомнить, что Чайковский, окончив консерваторию, сразу же получил государственный заказ. Он написал у Вертюра на датский гимн по случаю приезда принцессы датской догмары, которая была невестой сначала Николая Александровича погибшего, а потом, на смерть нам Андрея, она была обручена его брату Александру, который стал Александром Третьим. Это произведение существует великолепно, очень элегантно, в приложении для виолончели с оркестром. Чайковский написал его в молодости, это еще в московские годы было. У него очень редко встречается слово «нохтюр», но очень много романцев, связанных с образом ночи, с пейзажами ночными. А «нохтюр», кстати, очень уместно здесь в Слонис, это была ночная католическая слова, ночное пение. Так что вот, послушайте. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Это программа «Аплодисменты» Аплодисменты. Это «Грамота» и подарок, книга. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Есть еще одна книга, которая вышла, вот они очень похожи. обе они одного автора это та тема которую мы сегодня с вами затрагиваем а это общая биография чайковского в которой многие вещи которые вы слышали отражены но еще больше их отражено вот она только-только появился меньше месяца назад и в планах у нас еще есть книжки и я хотел еще если можно ирину о чем попросить немногие знают что в мхате в малом зале есть спектакль незримый друг по переписке петра ильича с надежды флоридной моем но я позже скажу свое мнение вот так ваше мнение вот она выиграла эти билеты она сходила да и вот так как вас прокомментируете сказать это было просто отколение было какое-то открытие и спектакль мне конечно поразил просто потряс хотя вот такой камерный очень-то пиле и чески героически как какие-то произведения но лично такой очень душевный и более там задушевный просто настолько интересен что я все рекомендую посетить этот спектакль это альпий альпий которая произошла все что только можно было в человеческом понимании поднялась на таких высотках уже приближали человеку божественным истинным ответ как раз от такой любви очень красивый очень интересный юридический спектакль просто посетите если будет возможно просто будете приятно удивлены вот какие вещи еще идут в наш театр спасибо